Продолжение следует... 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 Ну, самое главное, чтобы вы всегда были на связи, выходили к нам на связь, принимали активное участие при написании отчета, дипломной работы, держали обязательно связь с научными руководителями, с кафедрой, с деканатом. Мы всегда готовы вам оказать содействие и помочь. Государственная защита будет проходить также в онлайн формате. Для этого будут созданы специальные расписания, согласно расписанию, где ваши группы будут поделены на подгруппы. Вы будете выходить на защиту. Будет вестись обязательно видеозапись, обязательно будет идентифицирована ваша личность, то есть вместо вас кто-нибудь или какие-то другие моменты, они будут учтены нами, они будут проверены. Поэтому вы должны будете лично сами быть заинтересованы в том, чтобы вся процедура прошла согласно правил проведения государственных защит дипломной работы. Процедура выставления оценки также будет проводиться в онлайн формате, то есть все вот эти вот моменты, они будут подведены, и как положено, айганам, будьте здоровы, и как положено, вы должны будете пройти все эти процедуры. Попозже, в конце, мы вам дадим возможность задать вопросы, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. И самое главное требование, чтобы не было у вас долгов по оплате, поэтому прошу по возможности решить эти вопросы, если есть они у кого-то. Ну, удачи всем. Спасибо. Давайте, студенты, договоримся, Хазар Мнаш-Жерде, чтобы мы без выступления на Бернише ответственны по практике по кафедре Безя Ирбулат Нур-Ахмедовича и Лаубаевка Сузбирик. Судангим, в конце вопрос, который называется, Коя Сидар. Хазар, он да, презентация вониша выступления на Ирбулат Нур-Ахмедович Сузбирик. Разгласен. В области антикризисного управления объектами. Третья цель – сбор исходного материала для качественного выполнения выпускной дипломной работы и подготовки к практической части. Общими задачами студентов при прохождении преддиплома в практике являются следующие. Знакомиться с организационной структурой предприятия, организацией его деятельности, основными функциями производственных и управленческих подразделений. Развитие навыков практической, аналитической работы, участие в деятельности организации или предприятий. Выработка рекомендаций для повышения эффективности функционирования отдельного структурного подразделения или предприятия в целом, на котором организовано прохождение преддипломной практики. Конкретизация направления исследования выпускной квалификационной или дипломной работы, а также необходимость состава и объема информации для обобщения исходов данных по выбранной теме дипломной работы. Следующая задача сбора фактического материала по производственной, финансовой, инвестиционной, маркетинговой, оценочной и т.д. деятельности организации или предприятий. Необходимо для написания выпускной квалификационной дипломной работы. Содержание преддипломной практики определяется темой дипломной работы. В период преддипломной практики студенты собирают фактический материал по профессиональной деятельности соответствующей базы практики. Фактический материал по темам дипломной работы. В ходе преддипломной практики студенты должны в соответствии с выбранной темой дипломной работы ознакомиться с действующими нормативными и методическими документами. С годовыми финансовыми отчетами, бухгалтерскими и другими аналитическими данными. Обработка полученную информацию и дать рекомендации по улучшению хозяйственной деятельности предприятия. Студентам совместно с руководителем дипломной работы должны быть разработана индивидуальная программа при дипломной практике. И она должна быть отражена в задании по дипломной работе. Виды отчетности о прохождении преддипломной практики. По результатам преддипломной практики студенты обязаны предоставить следующие документы. Дневник о прохождении преддипломной практики, отзыв или характеристика руководителя от организации и отчет о преддипломной практике. Дневник прохождения преддипломной практики содержит краткое описание выполненных работ и заполняется не реже одного раза в неделю. Отзыв или характеристика руководителя практики организации должен быть заверен печатью предприятия. Требования к оформлению отчета в общий объем отчета не должны превышать 25-35 страниц в формате А4. Все требования при диплом практики мы отправили вам. Там вы можете увидеть в программе «Платонбус» у каждого есть методическая апп проведения при дипломной практике. Самый главный отчет должен включить в себя титульный лист, содержание, введение, основная часть, второй, третий раздел вашего дипломных работ и использование литературы. Вот титульный лист у всех должно быть одинаково, единое. И образец содержания при дипломной практике. Информация о итогах конференции у нас запланирована с 1 по 10 мая текущего года. И вот, как видите, РДГ, ресторан, дело, гостиничный бизнес, мы планируем 5 мая в 10 часов. Русская группа и 2 часа казахская группа. Вопросы? Вопросы есть? Вопросы? Вопросы в Карантине? Вопросы? 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 Нет, с какого числа у нас же было с 13 января по 17 мая, а сейчас мы на карантине, и сейчас практику не проходим. Практику вы не проходите, сейчас можете просто написать. Ну, нам писать 17 числом мая или 15 числом марта. Да, мы в гимнекесии указываем даты, как мы предыдущие вам давали. Да, ты пока не ставьте, пожалуйста, даты пока не ставьте. А так 17 мая будет. Окей. Еще вопросы? Задавайте еще вопросы, студенты. Дневник можно же больше принести, да, потому что у меня организация полностью закрыта на карантин. А пока печатной нету, да, у вас? Нету. Уважаемые студенты, в связи с карантином, да, у всех возникли проблемы с поставлением печати, подписи руководителей. Данные подписи и печати мы будем требовать от вас после завершения карантина. То есть, как завершится карантин, вы должны будете поставить печать, подписи и принести в университет. Надеюсь, что до завершения вами всех завершительных процедур мы успеем это сами сделать. Здравствуйте. 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 Да, но получается у меня сам отчет где-то страниц 12. Мы все методические указания, мы отправили вам, у вас в Платонисе, если откроете там раздел УМКД, вы найдете там методические указания по преддипломной практике, как написать отчет. А как вы говорите, сейчас 10 листов у вас отчет, у вас должен быть примерно 25-30 страниц отчет. И вы пишете отчет по дипломной работе. Ваш 30 по дипломной работе, отчет составляет 30 процентов дипломной работы. Дорогие студенты, можно теперь видео включить, чтобы мы знали, с кем мы разговариваем. Вопросы есть, задавайте студенты. Можете видео включить? Я думаю, студентам все понятно, раз тишина, да? А можно я вопрос задам? А руководитель практик присутствует на конференции? Да. Может быть, они... Папа, ты прячешь? Руководители практик отрабатываются студентами все отчеты. По крайней мере, у меня уже все мои дипломники отправили свои отчеты, кое-какие рекомендации получили, и сейчас они дорабатывают. Может быть, они вопросы зададут студентам. Уважаемые преподаватели, вы можете задать вопросы своим студентам. Айтебен, я с вами делаю с ним. Айтебен и зарядная сранжево. 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 Защита отчета будет проходить в онлайн формате Поэтому просим вас обязательно быть на связи Реагировать на все сообщения вашего куратора Вся информация будет всегда доводиться до каждого студента Расписание предзащит, защит и сдача отчетов по практике Они вам будут обязательно предоставлены Сегодня на презентации вы могли увидеть график предварительных защит дипломной работы Спасибо А презентацию могут отправить на почту? Потому что связь была нестойчивая, выкинула в конференции Я думаю, Ербулат Нур-Ахмедович разместится даже в Платонусе, наверное, вместе с металлическим указанием Презентацию? Или график? Да, презентацию Все информацию, которая необходима Благодарю Платонус-то барву, где инструкция с барву, нет? Металлические указания Металлические, да? Буклы Платонус-то в Платонусе у вас есть Я отправил уже Хорошо, спасибо Презентацию, может, по-циде Куратор раскинем, а куратор вам потом скинет Хорошо, хорошо, скинем Благодарим Уважаемые студенты, мы попросим в следующий раз обязательно, чтобы у вас было видео И возможность говорить, почему? Потому что мы будем от вас уже ждать и презентации, и видеосообщений и так далее Запись будет вестись в ваших трансляциях Все видео включать он выкидывает же нас всех Это невыгодно Да, в связи с тем, что студентов много и все включают видео, нас очень выкидывает Да, но в следующий раз мы будем делать небольшие Небольшое участие участников, да По подгруппам будет у нас Человека 4-5 И тогда нужно будет, чтобы у вас работало и видео, и звук Хорошо? Да, здравствуй Можно еще раз вопрос? А если, допустим, сейчас говорят же про для до июня карантин Тогда нам как быть насчет дипломных и дневников, там, печати всех? Ну, это будем решать мы по ходу, как будет развиваться ситуация Есть еще вопросы? Да, есть Давайте, задавайте Мы будем отдельно практику защищать при дипломных, потом будет защита самой дипломки предварительной, потом защита дипломки самой Три защиты получают, если я правильно понял Да, все, вы правильно поняли Теперь еще вопрос про насчет в отчете Я указал руководителя практики, научного руководителя практики, как сервала Можно указывать руководителя дипломной работы, можно от кафедры написать? Руководитель дипломной практики, да Просто я с ним никак не могу, уже в осень я ему звонил пару раз и писал, он не отвечает, не видел ни разу У меня руководитель У меня руководитель Висеков Алкен Палеевич А его здесь нету тоже Даньяр, я думаю, этот вопрос будет решен в ближайшем будущем с заведующей кафедрой Алтмека Мажолыч, возьмете, да, на контроль Хорошо Ну, в любом случае, Даньяр, вы можете отрабатывать с сербулатом Рахметовичем Это общий руководитель по всем видам практик пока А уже вопрос относительно научного руководителя, далее мы будем решать Почему этот человек не вышел к вам на связь Все хорошо Здрасте Здрасте Здравствуйте, как вас зовут? Балтыбеков АИ Ну, слышим У меня просто не грузило, вот только началось грузить Только смогла зайти АИ, мы говорили о том, что как будет проходить процедура предварительной защиты Сдача отчета, дипломной работы Все будет проходить вот в онлайн формате Поэтому просим вас заранее, когда мы вот оповещаем, заранее подключаться Быть в курсе Постоянно быть на связи с куратором Постоянно быть на связи с научным руководителем И отчет по практике, вы сдаете пока отчет сам по практике Если вы уже успели поставить печати на дневники и так далее То все документы вы должны сдать научному руководителю А если не успели? Максимальный срок до 10 апреля До 10 апреля? Да Если вы не успели еще поставить печать и подпись Тогда вы сдаете пока отчет по практике научному руководителю Хорошо А научному, да, надо руководителю сдавать отчет? Да, да, это тот руководитель, который у вас руководит в вашей дипломной работе Да, да, да Я поняла Вы ему должны будете сдать И потом будет у вас онлайн защита отчета по практике Это примерно когда? График вам кафедра позже скинет Предварительная задача отчета дипломных работ у вас 4, 5, 6 мая Все, тоже онлайн, да? Тоже онлайн, да Поэтому, пожалуйста, заранее подготовьтесь, чтобы у вас хорошая сеть была Связь была И видео мы могли вас видеть Все хорошо Спасибо, удачи До свидания Извините, еще вопрос Давайте, Даня, слышим вас Получается, скажем, в Платонусе графики все дела Все у меня в Платонусе заходят Вы хотите в Платонусе взять методическое указание? Сейчас, как после вебинара, я скину все методическое указание вашим кураторам Они кураторы сами вам отправят Все хорошо Ты можешь с чем-то информацию? Да Которую показали только что перечисленную Презентацию Презентацию, да? Да Презентацию тоже скину Все хорошо Еще вопросы? Уважаемые студенты, если будут какие-то вопросы и проблемы, пожалуйста, обращайтесь Мы будем их решать по мере поступления Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok